Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ. В эфире программа «Аналитика-политика». Мы продолжаем наш разговор о предстоящих 8 сентября выборах. Выборах в России. Это как выборы губернаторов, так и выборы в Московскую городскую думу. Ну и, конечно же, выборы губернатора Санкт-Петербурга. Это субъект федерации. Ну, собственно, в прошлой программе со Степаном Сулакшиным мы разбирали вопрос. Три варианта как оппозиционного голосования. То есть тех, кто не согласен с предложенным выбором, набором кандидатов. Ну, всем известно, что муниципальный фильтровал очень много тех, за кого люди готовы были проголосовать. И вот возникла ситуация. Умное голосование, которое предложил Алексей Навальный. Михаил Ходорковский предложил портить бюллетни. И Гарри Кимович Каспаров и наш сегодняшний гость предложили бойкотировать эти выборы. То есть давайте будем разбираться со всеми этими ситуациями по мере поступлений. Но начнем мы, наверное, с Михаила Борисовича Ходорковского. Его сегодняшнего, что называется, обращения. Давайте послушаем его. Для меня на сегодняшний день стратегия умного голосования не очевидна. Но неужели правда на том участке, на котором, например, присутствует какой-нибудь невыбитый яблочник, но он занимает, например, по социологии третье место? И какой-нибудь, пускай, справедливорос, который выступает за разгон протестов, за то, чтобы сажать протестующих в тюрьму по уголовным статьям. Вот неужели действительно мы думаем, что в этом случае уважаемые коллеги из профессиональных структур предложат голосовать не за яблочника, а за этого самого справедливороса, просто потому, что у него, вроде бы, как теоретически больше возможностей пройти в Москву, в Градскую Думу. Я в это не верю. Ну, вот это был Михаил Борисович Ходорковский. Его мнение на то, как надо голосовать. Сегодняшний гость – это Павел Павлович Басанец. Юрист-международник, ветеран службы внешней разведки. Ну, Павел Павлович, мы во многом с вами уже обсудили этот вопрос. И разногласий-то больших нет, есть, как говорится, нюансы. Но давайте все-таки по порядку. Вы в курсе позиции Алексея Навального. Вы в курсе, и наши зрители, позиции Михаила Ходорковского. Итак, ваш вариант. Я за свою жизнь побывал в более чем 80 странах мира. Видел выборы. Могу сказать одно. В России выборов нет. Выборы – это события, когда люди легитимируют власть, приходят, чтобы поддержать тех людей, за которых они готовы голосовать. В России – кастрированная политическая тусовка, где присутствуют Единороссы, КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР. Всевозможные муниципальные фильтры не позволяют нормальным людям пройти. Власть не дает возможности зарегистрировать новые партии. Если вы готовы легитимировать аннексию Крыма, войну на Донбассе, агрессию на Донбассе, повышение пенсионного возраста, милости прошу, идите и голосуйте. Но если вы против войны на Украине, если вы против пенсионной реформы, если вы против нищеты, как вы можете идти и легитимировать действующий режим? К сожалению, выход один – это полный бойкот. Я с уважением отношусь к Михаилу Ходорковскому. Мне понравились его слова. Привожу дословно. Выборы 8 сентября в Москве – это… Одну секунду. Нельзя подходить к ним с позиции политических технологий. Это нравственный моральный выбор. И я с ним полностью согласен, что это нравственный моральный выбор. К сожалению, далее он говорит о том, что есть возможность испортить бюллетень. Я уже сказал, что с уважением отношусь к точке зрения Михаила, но необходимо сказать, что действующее законодательство не принимает в расчет такое голосование, когда ты перечеркиваешь бюллетень, когда ты его портишь. Я внимательно изучил законодательство. Согласно ему, два варианта есть. Первый вариант. Если вдруг против кого ты проголосовал, и там маленькая точка в этом квадратике, то этот голос передается этой партии. Если ты просто взял, оскорбил кого-то, написал нехорошие слова, эта победа, этот бюллетень опять же передается этой партии. Поэтому единственный выход, который я вижу с моральной точки зрения, это полный бойкот выборов. Их нельзя назвать выборами. Но там, насколько я понимаю, если вы даже проголосовали за оппозиционную партию, при подсчете голосов могут поставить галочку еще в одной квадратике. Бюллетень признают недействительным. И все недействительные голоса распределятся между теми партиями, которые прошли. То есть в том числе и той партии, которую мы все не любим. Вы абсолютно правы. Но на первую ступень всего этого действия я бы ставил мораль. А мораль простая. Как можно идти и легитимировать режим, который превратил жизнь простых россиян в ад? Этой власти не должно быть. Понятно. Но понятно ваш посыл насчет легитимизации. Но давайте посмотрим так. Вот лично я полностью согласен с вашей позицией. Но я рассматриваю немножко по-другому эту ситуацию. Если я не шел голосовать, я не делегировал свой голос и вообще право управлять собой. Я заявил, что я всегда могу сказать, я не голосовал за эту власть и ее, скажем так, решение для меня необязательное. Они не представляют меня. И то меньшинство, которое за них проголосовало, я подчеркиваю, меньшинство, не является выразителями мнения всего народа. И вот я пошел дальше. Я предложил такую вещь, как делать фотографию, допустим, с листочком бумаги, где указать номер участка своего, на котором вы не были, и с надписью «Я не голосовал». То есть, таким образом, прежде всего, сначала внутри себя сказать себе самому, что я не голосовал, а второй – это сказать, заявить публично. То есть, для того, чтобы, когда вам будут говорить, ну, как же, вы же выбирали эту власть, я всегда смогу сказать, извините, я не выбирал. И я не несу никакой ответственности за те людоедские решения, которые эта власть приняла. Ну, я не знаю, насколько вы согласны с моей позицией. Все-таки на первое место я бы поставил возвращение нашему российскому гражданину человеческого достоинства. Человек, который имеет достоинство, никогда не будет подавать руку шулеру и не будет с ним играть в крапленные карты. Но это только первый шаг. Я прекрасно понимаю, что мне могут сказать, а что дальше? Хорошо, я не проголосовал, я бойкотировал. Так вот, когда нас, людей, с человеческим достоинством будет много, мы можем говорить об альтернативной легитимности, о том, что среди 145 миллионов россиян, есть много, миллионы честных, порядочных людей, которые могут обойтись и без этого режима, могут создавать свои альтернативные структуры власти, которые не будут подчинены никаким Путиным, никаким единороссам. То есть, власть на сегодняшний день дискредитировала себя полностью. И я считаю, что если у человека есть человеческое достоинство, он просто не пойдет участвовать в этом лохотроне. Ну, то есть, получается так, что это не выборы, это сортировка на тех, кто готов принимать эту власть, и тех, кто эту власть не готов принимать, не готов выбирать из сортов говна. Я извиняюсь за мой французский. Вы абсолютно правы. Это своего рода для всех граждан России. Это плебисцит. И вопрос стоит очень просто. Этот плебисцит состоит из нескольких вопросов. Первое. Я согласен с тем, что мы аннексировали Крым. Я согласен с тем, что мы ведем агрессивную войну на Донбассе, где гибнут, уже погибли 14 тысяч украинцев. И, значит, если я согласен, значит, я тоже виновник этой трагедии. Я согласен с тем, что гражданам России повысили пенсионный возраст. Я согласен с тем, что люди живут в нищете. Я согласен с тем, что треть, треть детей в России, это официальная статистика, живет в проголодь. Вот если вы согласны, идите на выборы. Идите поддерживайте Путина, единую Россию. Это плебисцит. Согласны? Идите. Нет? Будем бороться. Но вы, наверное, согласитесь тогда и со следующим моим тезисом, что выборы в России как социальный институт, именно институт, определение общественного мнения, себя исчерпал, изжил, выродился во что-то совершенно непотребное. То есть, как бы, говорить о том, что на выборах есть какой-то выбор, ну, вообще, неудобно. И в данном случае, когда люди идут на выборы, они принимают правила игры вот этой шулерской команды. Абсолютно верно. Да, но, тем не менее, многие из тех, кто позиционируется как оппозиция, говорят, что надо идти на выборы. Но надо. Вот умное голосование. Мы сейчас их все-таки задавим. И будут наши люди или не наши, пусть КПРФ, или там Справедливая Россия, или ЛДПР, но мы им покажем. Ну вот, правда, я немножко не согласен с тем, а что мы им покажем, по-моему, КПРФ, ЛДПР, и Справедливая Россия, это все разные проекции одного и того же объекта, Единой России. Вы абсолютно правы, но я добавлю, я, откровенно говоря, людей Навального, которые свято верят в его невинность, называю сектой Навального. Так вот, я предлагаю, прежде чем идти на выборы, и проводить умное голосование, взять, подумать. Ребята, 9 сентября вы будете хвастать? Я был на выборах, я оппозиционер, я голосовал за КПРФ, а я голосовал за Справедливую Россию, а я за Жириновского. Ребята, у вас есть совесть, у вас есть здравый смысл. Но ведь, насколько я понимаю, вы тоже член КПРФ? Нет, меня исключил Зюганов после выступления на Лубянке. Я был первым секретарем западного окружкома КПРФ, но после выступления на Лубянке по приказу... А это то самое выступление, где вы высказали Путину в лицо все, что о нем думаете? Я назвал его предателем офицерской чести, предателем народа. И абсолютно не жалею. Да, я месяц, я после этого был отравлен, месяц пролежал под капельницей. Потом мне предложили либо уехать, либо у меня найдут оружие, либо наркотики. И я в течение недели на 8 лет сразу уехал в Китай. Понятно. Ну, очень так это мне знакомо звучит. Примерно подобные вещи мне доводилось слышать. Ну, здесь мы, как говорится, из одной миски хлебали. Но, тем не менее, возвращаясь снова к голосованию, тем не менее, люди поддерживают Навального и вообще либеральное крыло. либеральный фронт сейчас реально это флагман протеста. Вот вы поддерживаете лично вот это протестное движение и, скажем так, как вы относитесь к тому, что людей избили и незаконно задержали? Я все-таки имею прекрасное юридическое образование. Это первое. Начну с последствий этого протеста. Для меня смешно, когда на ребят были заведены дела по массовым беспорядкам. Там нет состава преступления. Это полный бред. Я бы сказал, там нет события преступления. Там и события, и нет состава. Поэтому это полный бред и отсутствие всякого юридического образования у тех, кто заводил это уголовное дело. Я с огромным уважением отношусь к тем ребятам, которые вышли на улицы Москвы. Я прекрасно понимаю, что для многих, к сожалению, и почему они порой так относятся к Навальному, для них важна движуха так называемая. Они не думают о последствиях, но необходимо сказать, что зверское избиение, захваты этой Росгвардии, полиции. Ребят, когда они мирно, тихо, спокойно, без лозунгов, без транспарантов шли по улицам и были захвачены. Такое я мог видеть только в Африке, в частности, в Нигерии. Больше я не видел такого нигде. Ну, у нас мы от Нигерии недалеко ушли, только у нас климат похуже. Да, да, снега у них, к сожалению, нет. Или к счастью. Но я отношусь с огромным уважением к этим ребятам. Второе важно. Вы правильно сказали о либеральных потугах продвинуть Навального других товарищей, скромпоментировавших себя. Вы заметьте, как стали появляться некоторые персонажи, ну, например, Леонид Гозман на нашем телевидении, Эхо Москвы. У меня свой блог на Эхо Москвы, но уже больше года мои статьи не печатают. Хотя там расположено более ста статей моих. так так вот Гозман, который полностью скромпоментировал себя тем, что был советником Чубайса по приватизации, сейчас в фаворе. Недавно, буквально сегодня вышла его статья, что он критикует Путина открыто и ничего не боится. А чё ж он боится критиковать своего бывшего шефа Чубайса, который разорил Россию? 78 тысяч предприятий, которые за 20 лет были уничтожены. Где хозяин этих предприятий? Чубайс целился в коммунизм, но убивал Россию. И это ему практически удалось. К сожалению, сейчас в российских средствах массовой информации, в том числе и Эхо Москвы, превалирует точка зрения, лишь бы ничего не случилось. Поэтому продвигает тех, кто пусть не лежит задницу режиму, но кто готов смириться с тем, что Владимир Владимирович ещё пробудет хотя бы до 24-го года. Вы знаете, я побывал, как я сказал, в более 80 странах мира. Я видел войны, я видел людоедство, я видел различные события революции, я могу абсолютно гарантированно сказать, что до 24-го года Путина не будет. Каким образом это случится, я не могу сказать, но я знаю, что до 24-го года на своём посту он не пробудет. Ну, допустим. Но давайте взглянем на ситуацию с другой стороны. Вот вы говорите либералы Буки-Бяки, но тем не менее, где левые активисты, которые проводят аналогичные акции? Ведь на сегодняшний день драйвером является именно либеральное крыло молодёжь, которое не приемлет, грубо говоря, вот те левые тезисы, которые есть. И, скажем так, средний возраст левого движения существенно выше среднего возраста либерального движения. То есть, а революции, мы знаем, делает молодёжь. То есть, не проспало ли левое движение целое поколение? Вынужден с вами согласиться, но во многом, во многом это зависит от того, кого и как раскручивают российские СМИ. Я очень хорошо знаю Сергея Удальцова. Скажите, пойдёт вменяемый здравомыслящий человек за ним, когда на его митингах выступает поп и призывает идти на святую войну на Киев? Пойдёт кто-нибудь к нему, будет поддерживать с ним отношения, когда он поддержал эмнексию Крыма, войну на Донбассе, когда его лепший друг, с кем он вместе выступает в последнее время, Гиркин Стрелков, военный преступник. А почему? Да потому, что раскручиваются именно такие лидеры, лидеры, которые выгодны режиму. Разве нет среди левых людей, нормальных, порядочных людей? есть, но у них закрыты двери и в СМИ, им не дают возможность проводить мероприятия. Ну, я с вами согласен, что несмотря на мои, например, более левые взгляды, я здравомыслящий идеи либералов с удовольствием поддерживал и буду поддерживать. Это прекращение войны в Украине, это прекращение репрессий против молодежи, это необходимость поставить полностью под контроль общество те структуры, которые избивают молодежь, не дают им возможность открыто и честно участвовать в выборах, выходить просто на улицу. Вы знаете, я не могу себе представить тот же Китай, где я последние 15 лет жил, чтобы люди, которые вышли на улицу, их встречал ОМОН и избивал дубинками. Ну, а в Гонконге сейчас ОМОН как брутально встречает молодежь на улице. Значит, довели. Я вам такую вещь скажу, что на законодательном уровне любой гражданин Китая может написать в местную власть по интернету, не обязательно писать письмо, по интернету о каком-нибудь событии, то, что ему не нравится. Он в течение двух недель получает ответ. К сожалению, значит, не получилось решить вопрос в Гонконге. Да, там проблемы. Понятно. Ну, собственно, второй такой блок нашей программы, в котором я бы хотел понять следующее. Ну, вот, мы не пошли на эти выборы. Ну, вот, мы, скажем так, сделали селфи, там, мы поняли, какое у нас количество. Дальше что делать-то? Какие следующие шаги надо предпринять гражданскому обществу для того, чтобы сменить власть? Ну, власть в России через выборы вообще, по-моему, не менялась никогда. То есть, через власть она передавала, через выборы она передавалась от Ельцина, там, Путину, там, еще через кого-то. Но, чтобы смена именно власти всегда это как в 91-м году было, да, либо в 17-м году. То есть, смена власти это некий такой брутальный процесс. То есть, если вы говорите, что Путин уйдет, уйдет Путин, придет Мутин, будет что? Передача власти или смена? Вот это очень важный вопрос. Передача или смена? Я согласен с вами, что это важный вопрос. И это во многом зависит от нас. Мы часто вспоминаем песню Владимира Высоцкого «Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков». Я среди современной молодежи вижу и знаю массу честных, порядочных людей, которые могут возглавить и Москву, и регионы, и всю нашу страну. Не нужно бояться. Нужно идти и выражать свое мнение. Не нужно бояться идти и общаться. Не нужно бояться создавать свои структуры, студенческие, профессиональные союзы. И из этих союзов и будет возникать новая легитимная власть. Я прекрасно понимаю, что сейчас, и не только понимаю, но я и знаю, что уже сейчас в администрации президента и в спецслужбах понимают, что время Путина прошло. И для них очень важно либо найти преемника, либо чтобы как можно мягче прошел транзит власти. Транзит власти уже происходит. Для здравомыслящих людей понятно, что все больше появления в критике Путина и его режима даже провластных СМИ говорит о том, что медленно, но режим начинает этот транзит власти и пытается найти тон разговора, чтобы снова увлечь и подсунуть кого-то как преемник. Но для людей достаточно было одного преемника Ельцина, чтобы взять и проглотить. Почему я, несмотря на то, что, казалось бы, я человек далекий, моя профессия далека от политики, и почему я все-таки занимаюсь ею, причина простая. Зная исторический опыт других государств, я очень не хочу, чтобы в России произошел бунт бессмысленный и беспощадный. К сожалению, наш режим к этому ведет. Но наша задача, как можно сделать мягче перевод России на нормальные общечеловеческие рельсы, чтобы не было того, что на столбах висели подонки. Не хотелось бы этого. Я в данном случае не думаю, что те, кто сейчас у власти, вот так вот захотят расплачутся и отдадут свои командные властные высоты. Мне кажется, они будут как в Брестской крепости стоять до последнего патрона в обойме. И скажем так, вот как раз насчет того, что фонари заждались, я скорее поверю, что люстрации и переход будет жестким, нежели скажем так мягким. В силу просто простой вещи, многие из тех, кто сейчас у власти, понимают всю ту меру ответственности и тех преступлений, которые они совершили, и за что придется отвечать. Вы абсолютно правы, но есть одно но. Конечно, они будут держаться за власть до конца. Несмотря на то, что их гнездышки, теплые гнездышки за рубежом, их дети, их жены, их любовницы там, их капиталы там, но они будут сидеть здесь до конца. Но терпение народа не бесконечно. Когда человеку, хирургу, платят 24 тысячи, когда учителю платят 14, и нечем кормить детей, человек пойдет на все. Я считаю, что сейчас Россия представляет из себя стог с очень сухого сена и достаточно маленькой искры, чтобы она вспыхнула. Я бы очень не хотел, чтобы по этому сценарию пошло, но боюсь, что так и произойдет. Ну что ж, спасибо, спасибо большое за ответы на мои вопросы. Я очень надеюсь, что вы станете нашим постоянным гостем и будете высказывать свое мнение на происходящие процессы. Ну и кроме того, я думаю, что мы сможем с другими экспертами в онлайн-режиме обсуждать с разных сторон. Ну и в завершении нашей программы я уже говорю традиционные вещи. Распространяйте ссылки на наши видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и естественно, вот видите, да, вот колокольчик, на колокольчик тоже надо, тогда вы будете получать оповещения о начавшихся наших трансляциях. Ну, что, что? Включил. Хорошо. И помогайте нашему каналу. Нам, как вы догадываетесь, не помогает ни Госдеп, ни Кремль, только помощь наших зрителей позволяет нам еще функционировать и доносить до вас разностороннюю и оперативную информацию. Оставайтесь с нами, до новых встреч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова